А в Актау независимые экологи заявляют о необходимости создания центра оказания помощи и реабилитации животных. В Мангистауской степи участились случаи обнаружения дикого лебедя. Блуждающих птиц находят жители отдаленных аулов. Буквально пару дней назад в одном из сел обессиленных пернатых встретили местные железнодорожники и передали инспекторам лесного хозяйства. Динара Нургалиева рассказывает. Первый случай обнаружения лебедя на Каспии был зафиксирован в мае. Одинокого шептуна спасли актауские полицейские. Сотрудники подкармливали и выхаживали птицу несколько дней. После того, как лебедь окреп, выпустили в искусственное озеро Караколь. Аналогичный случай повторился и в селе Буранколу. Обессиленные лебеди останавливаются у небольших водоемов, образованных из-за осадков, предполагают специалисты. Двух лебедей нашли работники железной дороги, сообщили в Акимат, а те уже нам. Ветеринары предполагают, что они получили удар током. Состояние их оценили как среднее. В этом районе из-за дождей образовалась большая лужа, после высохла. Сейчас птицу доставили к ближайшему водоему Беневского района. Как только лебеди окрепнут, их можно будет перевозить на озеро Караколь. В Актауне центра реабилитации пострадавших животных и птиц, заявляют независимые экологи. Не первый год общественники выступают с инициативой создания специализированного учреждения. Существование таких центров, безусловно, они должны быть в каждом регионе, потому что эти факты, они происходят. И сейчас, в настоящий момент, с рядом общественных организаций и Акиматом города Актау мы работаем над инициативой общественников по созданию такого эколого-образовательного центра помощи животным, диким и бездомным в том числе, на основе государственно-частного партнерства. Согласно плану, экоцентр должен заработать через два года. Это позволит создать 10 вакансий. К слову, в регионе нет орнитологов, поэтому волонтеры своими силами выхаживают царскую птицу.